здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик в этом уроке мы продолжаем изучать программу 3d max и мы поговорим о настройках сетки в этой программе сетка у нас отображается во всех окнах проекций и и на самом деле можно отключить можно поменять цвет можно поменять шаг сетки протяженность то что вы видите в программе это базовая сетка самом деле можно создавать еще свою сетку пользовательскую чтобы вызвать окно настроек можно использовать вот эти вот три кнопки сверху на главной панели инструментов нажав правую клавишу давайте я нажму открывается окошко в котором если выбрать закладочку home grid то есть базовая сетка то здесь мы видим три поля сверху первое поле у нас означает шаг либо размер минимальной ячейки сетки которая находится в нашей программе следующее поле где у меня сейчас стоит цифра 10 она у нас регулирует главной линии сетки и в данном случае число 10 будет означать что через каждые 10 клеточек будет линием немножко другого цвета более жирная которая будет разграничивать сетку на более крупный квадратик состоящий из 10 клеточек то есть это своеобразная миллиметровка будет у нас третье поле имеет отношение к перспективе это протяженность сетки виде перспектива если она стоит число 7 то есть на самом деле перспективе у нас здесь всего лишь если вы посмотрите 7 крупных клеточек давайте я посчитаю вот первое второе третье четвертое пятая шестая седьмая попробуйте менять число 7 на другое вот я щелкаю и увеличиваю как вы видите наша сетка увеличивается либо противоположную сторону ее можно уменьшить для наших целей в дальнейшем давайте здесь увеличим количество ячеек перспективе поставим здесь значение 200 также проконтролируйте что повод здесь стояла 10 и верхнем поле стоял у нас один сантиметр закроем это окно сейчас давайте нарисуем бокс в виде перспектива и зададим на панели свойств ему размеры три параметра длины ширины высоты по 20 сантиметров и сделаем куб активизируем инструмент перемещения и выделения и снизу ведем координаты объект выставим в нулевые координаты то есть по иксу зададим 0 по игреку 0 и по z зададим тоже 0 конце жмем enter далее чтоб наш куб правильно отображался в окнах проекции найдите снизу справа вот этот инструмент zoom extends all и нажмите его во всех окнах проекций мы увидим правильное для нас отображение куба теперь нажмите правой клавишей виде фронт чтобы его активизировать и разверните это окно на весь экран нажав соответствующую кнопочку снизу справа maximize your port угол а теперь давайте активизируем инструмент зум масштаб и попробуем зажав левую клавишу отъехать от нашего куба немножко подальше мы видим что наша сетка видите перестраивается уменьшается и вот на таком расстоянии я могу видеть что существует мелкая клеточка по сантиметру и более крупная в которой 10 мелких клеточек то есть это у нас уже 10 сантиметров вы помните куб у нас 20 сантиметров и половина это 10 сантиметров еще раз давайте зайдем в окно где мы настраивали сетку щелкаем правой клавишей на магнитиках и здесь home grid вот наши 10 клеточек давайте здесь попробуем поставить число 5 и щелкнуть другой ячейки видим что сетка наша перестроилась теперь у нас крупной линии по пять клеточек давайте здесь вернемся на 10 верхним полем давайте для тренировки поставим например 10 видим что наша клеточка уже увеличилась давайте вернем здесь на единицу закроем это окно сейчас давайте отъедем от сетки и видим что при отъезжании от сетки сетка у нас видоизменяется и мелкие клеточки становятся незаметны объединяются в более крупные ячейки при увеличении мы видим появление мелкой сетки чтобы управлять сеткой мы использовали один из трех вот этих инструментов щелкая правой клавишей это же окно можно вызвать в меню программы давайте это и сделаем ищем сверху меню tools нажимаем и здесь ниже останавливаемся на закладочки grid and snap и здесь в этом списочке вот верхняя надпись вызовет окно которое мы вызывали раньше также ниже вот здесь можно скрыть сетку если она вам не нужна давайте нажмем на фразе show home grid то есть сетку можно спрятать либо показать если вам это нужно обратно заходим тоже окно вернем сетку назад и теперь вызовем окно управления сеткой щелкаем на вот этой закладке и здесь у нас home grid можете использовать и этот вариант для управления настройки сеткой закроем это окно сетку можно прятать не обязательно используя команду меню которым мы проделали можно использовать горячую клавишу джей сейчас вот я жму этой клавиши попеременно то есть сетка пропадает давайте перейдем в остальные окна проекции и можно отключать сетку в конкретном окне давайте для тренировки отключим во всех окнах проекции сетку сейчас она везде отключена и теперь для тренировки включим во всех окнах проекции нашу сетку программе 3ds max предусмотрена также пользовательская сетка для этого закладочки крэйт ищем закладочку helpers нажимаем и здесь у нас и кнопочка grid нажимаем и здесь давайте нарисуем пользовательскую сетку я активизирую инструмент перемещения и подымаю и перейдя на закладочку модификации можно управлять шагом сетки длиной шириной и другими параметрами ближайших уроках мы будем использовать пока только базовую сетку поэтому эту сетку которую я создал мы удалим также давайте удалим вот этот куб и сейчас давайте этот файл пересхраним как mac start чтобы он загружался при загрузке программы нас здесь вот эти вот параметры сетки и они у нас останутся тогда для этого жмем файл сейф ищем наш файл mac start и жмем сейф и перезаписываем его поверх проделайте эти действия дальше в следующих уроках мы еще вернемся к настройкам сетки спасибо за внимание в следующем уроке в следующем уроке Продолжение следует...